Если вы прямо сейчас собираетесь оплатить связь, то лучше сначала дослушайте. Ведь вы можете оплатить связь бесплатной карты МТС Деньги и получить кэшбэк целых 30%. Советую не упускать выгоду. А если вы уже оплачиваете связь карты МТС Деньги, то продолжайте. Простите, что отвлек. МТС Деньги Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Начинаю свой сентябрьский первый влог. Он будет у нас за несколько дней и начинается с 1 сентября. Вечером мы поехали с мужем прогуляться по городу, потому что нужно было забрать тортик, который я заказала для Софии в честь начала учебного года, потому что у нас первоклашка. Купить такие символические подарки для учителей в честь начала учебного года. Ну и пока были в торговом центре, гуляли, прикупили мужу новый костюм, заходили в Хендерсон, а я зашла в лайм и тоже купила себе новые образы на осень. Тортик и подарочки готовы. Мы уже собрались и едем сейчас на праздничную линейку. У нас первоклашка, четвероклашка, в общем, едем всей семьей. София с бантиками, но Ализа попросила более лаконичную прическу, поэтому я ей вытянула волосы. Сзади собрала малинку, у нас такой банк красивый с атласными лентами. И у лица выпустила несколько прядок, мы их немножко подзавели. Ну и делюсь с вами кадрами с нашего 1 сентября, как прошел день нашей первоклашки. Ну и мы уже вернулись домой. Мы распаковываем тортик, заказала небольшой бента торт, заказала учительницам с надписью «Моя первая учительница» и для Софики. Вот такой первый раз в первый класс, очень вкусный. Для Софии это был сюрприз, еще задули свечку и загадали желание. Девочки, сейчас пришла заниматься стиркой, уже рассортировала белье, у меня целых две корзины. Будет темная стирка, светлая и здесь цветное белье. Первая стирка у меня пойдет, это темные вещи. Мое правило стирки вот таких темных вещей, это использовать гель для стирки, чтобы не было разводов на одежде. Вот посмотрите, муж в выходные поставил стирку с порошком. И вот такие белесые разводы остались. Это проблема, особенно на коротких циклах. А на вещах, которые нельзя стирать на высокой температуре, остаются следы носки даже после стирки. Ну и плюс грязный кувет после использования порошка обеспечен. Поэтому я использую персил гель, его удобно дозировать и он быстро растворяется в отличие от порошка. И как результат не оставляет разводов на одежде. Есть технология Deep Clean, которая борется со сложными загрязнениями от пота, пыли на проблемных местах, таких как воротнички, манжеты и зоны подмышек. Гель Персил – универсальное средство и можно стирать разные вещи и на разных режимах. А с 11 сентября по 5 ноября в сети магазинов Магнит проходит акция с призами. Покупайте любой гель для стирки Персил в сети магазинов Магнит или заказывайте с доставкой в приложении Магнит. Загружайте чеки на сайт, выигрывайте призы. Главный приз – сертификат на обновление дома. У нас уже следующий день, мы с Машей пришли ликвидировать последствия сбора в школу вечерних, которые у нас были, вы видите, здесь просто какой-то кошмар. Пока Маша здесь играет, занимается, я вот так ее посадила, она тут пластилин ковыряет. Мне сейчас нужно убрать все лишнее со стола, вообще, в принципе, освободить и почистить. Девочки у меня вчера сначала сами собирали рюкзачки, но Лиза, понятно, уже знает, что брать. Вот, она нормально сложилась. Мы сейчас открыли Софиечкин рюкзачок, ну, она просто сама сначала начала складываться. Потом я уже подошла, и мы тут просто все ухахатывались, значит. В рюкзак было положено две пары солнцезащитных очков, украшения, там разные у нас заколочки, даже диадема была положена, расчесочка, зеркальце, в общем, девочка-девочка. Вот, какая-то там милейшая концевярия, в общем, но тетрадки нам совершенно не обязательно были. Но в любом случае, мы вместе уже все собрали. Ну, остался такой кавардак у нас здесь, поэтому мы с Машей наводим порядок. Залезла я на стол, хотела снять тюль. Дети поставили какие-то там пятна, я не знаю, это краска или что. Хотела я его постирать, но у Маши все, уже наигралась, тут игрушек-то не осталось, поэтому я быстро слезла, Маши тоже сняла. Ну, сейчас просто почищу стол. Замечательная, знаете, поверхность вот у этого стола рабочего, у Лизы, производитель стола Майер, вот, знаете, краски, гуашь, я не знаю, фломастеры, маркеры, вот все что угодно, пластилин, все без особых усилий можно оттереть, просто губкой со средством для мытья посуда. Ну, они тут делают какие-то украшения, поделки, и, в общем, использовали клей такой прозрачный, который Лиза-то убралась, но кое-где все равно осталось, и там отпечатки остались, мне не нравятся все равно какие-то пятна вот эти. Я поэтому линейкой все оттираю, и вот какую-то кляксу большую она поставила, там еще картон приклеился, она не смогла сама оттереть, поэтому я помогаю, и вот сейчас линейкой тоже все убираю. Сразу извиняюсь, у меня тут время от времени может ходить камера, двигаться штатив, потому что там Машулька ходит, и она вот штатив тоже, в общем, помогает, переставляет мне во время съемок, чтобы кадры были поинтереснее. Вообще Машуля уже у меня заскучала, раскапризничалась, расплакала, и захотела на ручки, я тут посадила, когда стол-то вытерла, она все уже расплакалась, на ручки я взяла ее на руки, мы с ней вместе вытерли стол, просто не стала бросать, потому что я его намылила, нужно смыть, иначе останутся разводы, а сейчас я вообще ее уложу на дневной сон, и тогда уже вернусь в эту комнату, и буду дальше наводить порядки, все расставлять, аккуратно раскладывать, потому что, ну, Софии тоже нужно стол привести в нормальное состояние. Кстати, как у вас дети уже втянулись в режим? У нас пока сложно, вот, поэтому я даже вот эту неделю не буду заставлять, чтобы они тут кровати убирали, вот, главное, чтобы сами забрались и вовремя вышли из дома, этого достаточно, уже потом подключим и дисциплину, потому что пока у нас сложновато, мы где-то за неделю, может быть, недели за две старались их приучать к ранним укладываниям, потому что, ну, чтобы как-то перестроиться, но в школу мы встаем рано, естественно, в неучебное время в такую ранючую мы не вставали, поэтому все равно у нас не получилось как-то перестроиться на такой ранний подъем, но я думаю, неделька, и все будет в порядке. Сегодня, например, София просто отказывалась вставать, она говорила, я никуда не пойду, значит, знаете, нет такого осознания, школа, ответственность, да, я хочу спать, у меня выходной, в общем, так забавно было, ну, ничего, все равно раскачалась, все равно разбудили. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, девочки, я вернулась заканчивать это дело уже, когда Машульку ложила спать, потому что с ней на руках уже было невозможно, начала капризничать она, вот, но все равно что-то сделала, и уже хорошо. Я вот всегда говорю, говорила, говорю и буду говорить, мне нравится делать какие-то домашние дела, вот про между прочим, знаете, там, зашла в комнату, что-то увидела, раз быстренько, есть возможность, там, Маша чем-то занимается, играет, да, быстренько, я не знаю, там, стол протерла, и прекрасно Маша в это время там пластилин играла, или, допустим, пока готовлю, жду там, чтобы у меня что-то потушилось, вода закипела, еще что-то, я быстренько на кухне могу в это время что-то протереть, посуду помыть, не знаю, кофемашину помыть, ну, понимаете, да, то есть, про между прочим, не так от этого устаешь, нежели выделять на уборку, вот, конкретный день, тратить по несколько часов, возможно, если сложить время вот этих вот дел про между прочим, и вот такой одной глобальной уборки, у нас получится и того одинаково, да, тут, я не знаю, мы потратили 2-3 часа в неделю, и на генеральную уборку потратили 2-3 часа, но послевкусие, я вам однозначно скажу, оно будет совершенно разное, да, то есть, после глобальной уборки мы будем чувствовать себя уставшими, нам точно не захочется снова ей заниматься, когда это про между прочим, как-то, вот, знаете, и вроде бы и дома так приличненько, да, порядок, и не устаешь. Ну что, у Лизы я практически закончила, вот, у нее уже тут практически чистота порядок, заказала, она сама выбрала, я на Валбере заказала ей подставку в виде автобуса, прикольная, вот, как раз я сейчас наполнила ее, в общем, все расставляю, и у нее рабочее место готово, в остальном здесь в комнате, в принципе, порядок. Я буду потихоньку разбирать здесь шкафчик за шкафчиком, нужно у нас в книжном шкафчике навести порядок, там, потому что после летнего чтения все как-то вот очень сумбурно, нужно тоже привести все в порядок. Глобально убираться в детской я не люблю, потому что здесь столько всего, здесь столько разной мелочевки, то есть игрушки, канцелярия, книжки, какие-то, я не знаю, бумажки, листочки, и все это очень нужное, важное. Я вот так же навожу порядок, вот, знаете, по ящичку, по паре ящичков, то есть по шкафчику, по полочке, по чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и софийный стол, здесь тоже я быстренько разложила все по своим местам, сейчас протру поверхность и все. На самом деле, если у вещей есть конкретное место, и их удобно возвращать, то поддерживать порядок достаточно просто. Все равно, конечно, вам придется тратить на это время, но не так, чтобы, знаете, когда ты не знаешь, куда эту вещь приткнуть, так гораздо быстрее. Ну и у детей у меня уже такой возраст, что они тоже понимают, что вот здесь у нас хранятся ручки, здесь карандаши, и, соответственно, возвращают это по своим местам. Но вчера мы тут прособирались с ними, наверное, до полдесятого собирали тут все, и тетрадки обкладывали обложками, подписывали все, что... В общем, я сказала, давайте ложитесь спать, завтра я все тут сама быстренько в порядок проведу, иначе вы завтра просто не встанете, потому что ел мы где-то 6.15, вот так. Сейчас там переехала моя посылочка из интернет-магазина Рандеву, магазин парфюмерии и косметики. Посмотрите, что я себе заказала. Вот такие миниатюры ароматов по 8 мл. Почему вообще решила так заказать? Потому что у меня много, в принципе, парфюмерии, много разных ароматов, бутылочки минимум 30 мл, ароматов много, и использование растягивается просто на годы. И куда покупать еще полноразмерные форматы, не знаю, да, хочется как-то пользоваться и обновлять, не так, чтобы эти бутылочки, баночки умножились. Поэтому взяла вот такие миниатюры. Бутылочки 8 мл, стеклянные вот эти вот колбочки, золотой распылитель вот такой красивый, я взяла 3 аромата, которые я хочу сейчас сносить. Это, конечно же, не оригинальные упаковки, это распив. Это именно когда есть большой оригинальной бутылочки, но стандартного флакона, разливается по вот таким томайзерам. Очень удобно. Ссылочку на свои ароматы я оставлю для вас в описании под видео. Там же вы найдете мой промо-код, который суммируется со всеми акциями, скидками в магазине. Очень выгодно. Так, ну что, дорогие, я переместилась на кухню. Хочу вам показать контейнеры, ланчбоксы, которые я заказала для своих девчонок. Вот такие просто наимилейшие кролики. Они сами их выбирали. Заказывала я на Валберес. В подборке я делилась ими в Телеграм-канале. Кстати, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мое сообщество ВКонтакте. У меня есть также канал мой ВК-видео. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потеряться. Сами контейнеры пластиковые. Есть вот такие металлические вставки. Ну, просто милейшие. Они большие. Я их взяла не для того, чтобы дети брали с собой в школу. А вот когда мы едем куда-нибудь гулять, я не знаю, в парк, или просто у меня дети тут любят по саду, по дому строить какие-то походы. У них какие-то домики, пикники. Они любят вот что-то такое положить, собрать и берут с собой, и, в общем, едят. Ну и плюс, конечно, так вот если разогревать еду, то, мне кажется, безопаснее в стеклянных контейнерах. У нас есть такие. Но вот эти пластиковые, легкие, чтобы там дети могли сами положить в рюкзачок, и было тяжело. На Валбере заказала, да заказала пластилин, кисти. Вот такой вот мне очень нравится девочкам уже, который год беру. Стаканчик для воды Faber-Castell. Сейчас вам покажу. Я думаю, многие из вас его уже видели. Вот так вот он раскладывается. Видите, какой получается? Вот так вот складывается. Очень классный. И папочку. Вот такую. Она оказалась прям маленькой. Здесь есть вот такие отверстия, чтобы там кисточки положить, линейка, возможно. Сюда можно альбом, картон, цветную бумагу. В общем, нужно сделать две папки. Одно для рисования, другое для, как это называется, технологии, да? Сейчас буду собирать. Сейчас вам покажу, какую беру цветную бумагу. Цветную бумагу беру вот такую, Феникс Плюс. Очень нравится. Смотрите, бумага двухсторонняя. Она не глянцевая. Из-за этого хорошо клеится, то есть удобно делать подделки. Много здесь листочков. Разные-разные цвета. Очень классные наборы. В общем, здесь 12 цветов. Можно взять, вот у меня 60 листов, можно поменьше. Но вот бумага, отличного качества. Беру уже не первый год ее детям. И сейчас покажу цветной картон, какой беру. Звучит этот картон Страна Чудес. Вот. Тоже отличный картон. Красивые цвета. Много здесь их разных. И опять же, картон не глянцевый. Благодаря этому хорошо клеится. То есть, ну, удобно ребенку с ним работать. Так что у меня вот такой картон. Цветная бумага. Ну и, собственно говоря, все. Остальное вам показывала. А, и вот пластилин, смотрите, я взяла вот такой. Мы в Телеграме там делились. Сказали, что попробуйте, возьмите пластилин в контейнере. Я покупала несколько лет назад пластилин в контейнере Артбери. Вот. Но сейчас его нету, поэтому взяла... Что это у нас? Луч. Вот такой пластилин. Я думаю, это очень удобно. Вот так закрыл. И ничего у ребенка не испачкается. Вот. И кисточки взяла на Валберес. Вот такие вот. Здесь набор 5 штук. Думаю, будет удобно. Папочку для ИЗО я собрала. Вот. Все туда положила. Еще нам требуются фломастеры, но фломастеры у нас лежат в отдельном пока пенальчике. ИЗО уже было. И сказали принести альбом и фломастеры. Поэтому фломастеры у нас в школе. Здесь есть место. Ну, она как раз сюда уберет, в эту папочку. И сейчас папочку для труда. Она побольше, пошире. Вот такая. Сейчас я сюда тоже все положу. И я думаю, что нужно какие-то нарукавники, ну, что-то такое прикупить, чтобы она не пачкалась. Вот. Чтобы манжеты не пачкались у блузок. Все было аккуратно. Вот. папочка тоже готова сложила я все сюда еще я девчонкам и заказала очень классный клей он такой ленточкой клеит но упаковка прикольно они у меня уже всего стащили я вам наверное картинку просто вставлю вот две папки готовы это требование учителя у нас что нужно две папочки поэтому вот так я думаю все как раз удобно а это у нас все будет храниться в классе вот мы отнесем папочки и все еще нужно будет только подписать вот сейчас внутри подпишу девочки еще заказала на озоны на вал пресс в общем смотрела где какие размеры есть там и заказывала колготки детские вот такого производителя пеппи волтон тоже в телеграм-канале там обсуждали советовали взяла я их первый раз вот говорят что классные хорошо носятся не скатываются после стирок не садятся вот то есть детям удобно их надевать ну знаете по первым ощущениям хочу сказать очень хорошие колготочки очень приятные такие вот сейчас мне нужно разобрать где чей размер потому что я девочкам заказывала их тут плюс-минус одинаковые вот дела на пробу мне прям понравились хорошее качество и там есть детские размеры маша еще я думаю тоже закажу вот но повторюсь видимо я поздно поздно собралась покупать колготки потому что многих размеров уже нет так это у нас какой размер это у нас размер значит я все распаковала это у нас получается лизе это софия здесь три по три штучки да по три пары колготок нам конечно это маловато в идеале чтобы у нас было ну как минимум пять пар так вот знаете на каждый день вот но естественно не каждый день меняет но мне вот комфортно например чтобы как блузочек было там пять шесть штучек на каждый день вот это же самое колготочки софи и лизе должны дойти тоже синий но в общем еще не все пришло но вот хочу вам сказать что качество хорошее и если вы знаете качественные детские колготки вот которые не садятся после стирки знаете вот когда невозможно колготки эти натянуть они такими тубовыми кими-то становится мне это очень нравится не нравится когда колготки скатываются вот если вы знаете хороший бренд посоветуйте девочки еще покажу вам свою покупку еще даже не распаковала заказала себе блокнотик хочу начать вести как раз вот с осени и знаете не столько там чтобы что-то планировать а чтобы просто отвлечься такая знаете медитации творчества сейчас мы откроем его вот такой блокнот с бантиками я вам его показывала своим телеграм-канале в подборке внутри точечки такой симпатичный он недорогой что-то вот такие разные осенние стикеры но повторюсь это мне кажется больше уже такой как творческий какой-то момент не столько планирование какая-то такая приятная душина и разные маленькие взяла роста такие разные тут прикольные разные свечки в общем в общем буду буду заниматься творчеством с домашними делами закончена лёша по работе тоже закончил свои дела и мы решили выехать погулять в парк и заодно пообедать с нами машулька ну а девочек после школы забирает моя мама вот потому что они там рядышком и она их уже и кормит обедом и они вместе с ней делают уроки то есть как я вот вам говорила в прошлом году она брала лизу с лизой делала уроки потому что просто там рядышком вот несколько минут пешком вот сейчас она также забирает их обеих вот и они идут делать домашние задания уроки вот конечно это просто ну колоссальная помощь сколько бы времени я тратила на то чтобы сидеть еще и делать уроки с ними а сейчас еще и с двумя так что да неоценимая помощь но в общем мы поехали в парк посмотрите какая здесь очаровательная белочка немножко развеется переключиться и отдохнуть не заодно чтоб маша тоже погуляла на сегодня буду свои видео заканчивать огромнейшее спасибо что провели это время вместе со мной обязательно подписывайтесь на мой канал на мой телеграм-канал на моё вк-сообщество мы увидимся с вами совсем скоро всем пока пока